Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Гезет пришел вопрос. Жизненный крест дается человеку Богом или избирается самим человеком. Конечно, большинство из нас избегает страдания любыми путями. Когда страдания нельзя избежать, мы боремся с ним, терпим его, иногда ропщим и пытаемся этот крест отринуть. Христианин принимает страдания как соучастие в страданиях Христовых. Об этом многократно в своих посланиях пишет апостол Павел. Нам не только дано веровать в него, но и страдать за него, восполняя в своих страданиях страдания Христовы, говорит он. И в том, что Богом попущено и не удается избежать, принимая это, христианин видит свое участие в пути Господа Иисуса Христа через жизнь человеческую земную. Удивительно о принятии страдания как нужного и послана от Бога в 10 главе, говорит пророк Иеремия. «Горе мне в моем сокрушении» — это 19 стих. «Мучительно рана моя, но я говорю сам в себе подлинно, это моя скорбь, и я буду нести ее». Вот это вот, это моя скорбь — это то, что мне нужно. Я понимаю, что Бог это попустил, потому что это меня лечит. Если бы не было этой скорби, вполне возможно, что я бы Господа не искал и не нашел. Бывает так, конечно, что человек сам себе находит страдания, которые Бог не хотел ему давать. Ну, например, это страдания в результате неправильного образа жизни. Человек пил, унется рост печени. Да это что? Это вот страдания, которые человек сам себе нашел. Оно тоже попущено Богом. Или, например, человек начинает ухаживать, девушка выходит замуж за беспросветного пьяницу, надеясь, что она его вытащить, а вытащить его невозможно, потому что он не хочет. Это так называемый самодельный крест. Но бывает, что человек, который любит Господа и хочет послужить другим, имеет понятие о том, что это сладость и радость, он находит такое служение, которое тяжело, и делает его добровольного спасения, спасения своей души и душ других людей. Тяжело ходить и ухаживать за тяжко больными людьми, которых надо переворачивать, обмывать, переодевать, которые сами с собой не могут ухаживать. Тяжело. Человек делает это по любви к Богу, к ближнему. Я помню одну историю, которая меня совершенно потрясла. Она случилась в послевоенное время. Человек вернулся с фронта, и через некоторое время умерла его жена. Он остался с четырьмя детьми маленькими. Ему надо было работать, чтобы их прокормить. Никого помощников не было. Это был верующий человек. Он о своем горе рассказал священнику, и священник некоторых девушек, несколько девушек, с прихода спросил. И одна девушка сказала, да, я готова. Она вышла за него замуж. Она тащила на себе хозяйство и вырастила этих четырех детей. Родила еще сама двоих. Он был намного старше ее, и у нее к нему не было естественного увлечения. Для нее было важно это как служение. Она пронесла это через жизнь и поставила этих детей на ноги. И они всегда любили ее как родную маму. Вот это самодельный крест или нет? Да, она сама это выбрала. Ей так священник и сказал, что это должен быть твой выбор. Это будет тяжело. Но она пошла на это. Конечно, это спасительный крест. Поэтому однозначно ответить или так, или так нельзя. Это надо советоваться с духовником по поводу того труда, который вы хотите на себя поднять. Что вместе в молитве, может быть, вам определить, ваша эта мера или это превышает ваши силы, какой-то крест, который вы хотите взять. И он вас просто раздавит. Но страдания во имя Христова, как следование его путем, может быть спасительным для человека, безусловно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...